Я хотела спросить такой вопрос, что я замечаю, что из-за своей какой-то сильной ответственности у меня всегда возникает такое напряжение, что даже в состоянии, там, еду в транспорте или просто даже ни о чем не думаю, я ощущаю вот это постоянное напряжение, как бы, и не понимаю, ну, что нужно быть... У вас ответственная работа, да? Ну, да. Вы старший начальник? Ну, тренер. Тренер. Да. Видите, означает, что вы опираетесь на себя в жизни. У меня тоже ответственности много. Очень много людей слушает лекции. У меня есть еще мои подчиненные непосредственно. У меня тоже было такое, что постоянное напряжение. Я нашел выход. Надо себя чувствовать не дающим, а проводящим в памяти. Помните о святости, о Боге. Всегда себе говорите, это ты им все даешь, а я тебе помогаю. Сейчас скажите себе так, подумайте так. Подумала. Легче стало? Расслабила? Напряжение означает, что вы на себя все берете. Это неправильно. Это не означает ответственность. Вот смотрите, допустим, человек близкий уходит из жизни, и женщина, допустим, она молится, думает о Боге, и ей говорят, ты что не плачешь-то, твой близкий человек ушел из жизни, все вот в соплях, а ты что-то себе там что-то бубнишь под нос. Поплакала бы немножко, а то как-то вот кажется, что ты его и не любила. Понимаете? То есть это означает, что люди не понимают, что такое любовь. Любовь не означает сопли. Любовь означает благословение. Означает, что ты свою силу, думая о Боге, передаешь человеку. Любовь означает чистое, спокойное состояние, а не нервозное. Точно так же вы думаете, что вы будете напрягаться, значит, вы больше им поможете. Вы больше им поможете, если вы будете о Боге помнить и для них это отдавать в своем сердце. Вот тогда вы им поможете. А если вы будете сама напрягаться, вы не поможете. Спасибо. Просто поменяйте вот это понимание, и вам легче станет. Если чувствуете трудно, подумайте о Боге, и вам легче станет. Трудно означает, наваливается энергия судьбы. Вспоминаешь Бога, она снимается с тебя, расслабляется. Спасибо.